Принимают и монтируют оборудование, обучают будущих сотрудников. Возведение Галеческого фанерного комбината продвигается скорыми темпами. Запустить первую производственную линию здесь планируют уже осенью этого года. Ход реализации крупного инвестпроекта, который оживит экономику Галеча и позволит ему уйти от статуса моногорода, во время визита оценил губернатор Сергей Ситников. С руководством Галеческого фанерного комбината Сегежа Групп губернатор встречается в штабе строительства. Отсюда стройплощадка как на ладони. Складское помещение готово полностью, показывает Сергею Ситникову, производственный корпус на 90%. Рабочие уже обшивают каркас. Здание площадью в 50 тысяч квадратных метров с сэндвич-панелями. Началось возведение энергетического сердца предприятия. Монтируют котельную, водогрейную и термомасляную. В качестве топлива здесь будут использовать все, что не пойдет в дело. Корущие по опилке. Перерабатывать таким образом будут фактически все отходы масштабного производства. Около 157 тысяч кубометров в год. Я вот честно признаюсь, за мое время я не помню, чтобы так быстро строили в Костромской области, как идет строительство фонарного комбината Огарича. Хороший этап. Сейчас разговаривали, в августе месяце уже потребуется первое сырье, потому что начнутся пуск наладочной работы. Ну и надеюсь, если все хорошо будет в октябре месяце. Будет в октябре месяце, если не будет никаких сыровок серьезных. Надеемся, завод приступит к работе. Одновременно со строительством идет и техническое оснащение комбината. Передовое оборудование финского производителя Раута начали завозить в декабре 2020-го. Сейчас монтируют первую производственную линию. Собран раскатной стол. Устраивают бассейны гидротермической обработки сырья. Поставки станков еженедельно для работы на них, рассказывают губернатору. Уже набрали группу из 50 человек. Сейчас они проходят обучение. Стажироваться будут на одном из предприятий Сегежа Групп в Кирове. Всего же, учитывая лесозаготовку, на Галическом фанерном комбинате будет создано свыше тысячи новых рабочих мест. Приезжим работникам помогут с размещением. Задача размещения персонала, она не только в жилье. Она будет решаться комплексно. Будут рассматриваться сейчас возможности и автобусных маршрутах. Сейчас составляется карта, как наибольше сделать удобный маршрут, для того, чтобы их привозить на работу, увозить. В создание нового производства в Галиче уже уложено более 4 миллиардов рублей. А общая стоимость проекта порядка 12. Это предприятие будет выпускать востребованную, в том числе на мировом рынке, березовую фанеру размера Макси. Ежегодно около 125 тысяч кубометров продукции высочайшего качества. В полную силу производственный гигант заработает в конце этого года. Надежда Солдатова, Алексей Карташов, Вести, Кострома, из Галического района.